С февраля в России на 7% увеличены размеры всех социальных выплат, кроме материнского капитала. При этом, как и раньше, всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума, установленного для этой категории граждан в регионе проживания. Для Анапы в этом году нижняя планка совокупного дохода определена в размере 8 418 рублей. Это все выплаты. Пенсия, ежемесячные выплаты, дополнительные выплаты, выплаты социального характера, это всевозможные пособия, компенсации коммунальных платежей, расходы или получение талонов на проезд, на топливо сельских жителей. Все это включается в совокупный доход. Так вот, если этот совокупный доход ниже прожиточного минимума, то до прожиточного минимума, как сумма разницы, доплачивается федеральная социальная доплата. Также на 4% будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Особенностью этого года стало то, что индексироваться они будут только у неработающих пенсионеров. Под эту категорию в Анапе попадает более 33 тысяч человек. С 30 сентября по 31 декабря 2015 года, это период, за который работодатели еще не представили нам информацию и представят в апреле месяце, на всех граждан, которые уволились в этот период, нам предоставят сейчас работодатели, мы их проиндексируем и гражданам приходить сюда не следует. Но если некоторые из граждан, которые могли уволиться в январе, в начале февраля, увольняются, они к нам приходят с трудовой книжкой, паспортом и страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования. За дополнительной информацией можно обратиться с 9 до 16 часов по телефону горячей линии 462-31 или записаться на прием по интернету. Небольшие поселения и однотипные бюджетные организации будут укрупнять. С таким предложением выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Есть поселения, где денег нет и на зарплату трех человек. Нет у них и ни одного бюджетообразующего предприятия. Если у главы нет денег на содержание собственного аппарата, как развиваться поселению? Предлагаю оптимизировать, где можно укрепить поселение, давайте укрупним, сказал Кондратьев. Нужно также рассмотреть возможность слияния однотипных учреждений, нормировать численность их персонала. Но каждый такой шаг должен быть просчитан и выверен, добавил глава региона.